Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. И у меня для вас великолепные новости, которые почему-то не освещают почти нигде. Но сначала, биткоин стоит 13 тысяч долларов, и это просто прекрасно. XRP, похоже, хочет нас порадовать и таки подтвердит этот прорыв. Но речь не об этом. И даже не о том, что тезер за последние 23 часа напечатал еще миллиард долларов, нет. Я хочу поговорить о тренде в биткоин-мире, который, похоже, становится эпидемией. И который не остановить. В свете последних событий достаточно актуальное сравнение, я так думаю. Мы помним, как MicroStrategy выбрал биткоин в качестве резервного актива. Эта компания приобрела 38 259 биткоинов. Их генеральный директор считает биткоин средством защиты от инфляции фиатных валют, в том числе и доллара. Мы помним, как Square купила биткоинов на 50 миллионов долларов. В этой компании считают, что биткоин станет распространенной валютой в будущем. Также мы видели целый список институциональных инвесторов, которые вкладывали и вкладывают в биткоин. Причем некоторые из них владеют очень крупным состоянием в биткоинах. Помните, как Джек Дорси, создатель Твиттера и владелец Square, сказал, что эта эпидемия продолжится? Я имею в виду, что публичные компании продолжат выбирать биткоин в качестве резервного актива. Так вот, Майкл Сейлор, директор MicroStrategy, пишет у себя в Твиттере следующее. Еще одна публичная компания инвестирует в биткоин с целью защиты активов своих инвесторов от обесценивания валюты. Тот факт, что публичные компании выбирают биткоин в качестве хеджирования рисков, говорит нам о том, что привлекательность криптовалюты в качестве защиты от инфляции растет. Учитывая события на глобальном экономическом фронте, где печатные станки работают, не покладая своих механических рук, я могу предположить, что эта вера в биткоин будет только укрепляться со временем. Мы с вами видим прямо сейчас, как на наших глазах зарождается тенденция, новый тренд по изменению восприятия криптовалют большими людьми и компаниями. Я нашел твит Майкла Сейлора из 2013 года, в котором он пишет «Да не биткоина сочтены». Он сравнил его с азартными играми и добавил, что вопрос гибели биткоина уже предрешен. Спустя 7 лет этот же человек переводит большую часть валютных резервов своей компании в биткоин. Биткоин является более твердым активом, чем золото. И прямо говорит, что биткоин лучше золота. Теперь он пишет в 2020 году «Биткоин — это ковчег зашифрованной энергии, который позволит не утонуть в валютном потопе». Вот это метафоры, да? Но 7 лет назад этот человек хоронил биткоин. Но давайте перейдем, наконец, к главной теме этого видео. Компания Moat вчера опубликовала пресс-релиз, в котором постановила, что биткоин теперь является их казначейским резервным активом. Moat Holdings — это компания финансовых технологий. Она разрабатывает приложения для цифрового банкинга, что позволяет их клиентам управлять традиционными и цифровыми активами. Компания заявила, что перевела 10% своих валютных резервов в биткоин, который она выбрала в качестве резервного актива. Этот шаг компания сделала для защиты от обесценивания фиатных валют. В условиях низких процентных ставок в Великобритании, который сейчас составляет 0,1%, компания также ищет способы максимизировать прибыли. И биткоин является таким способом. Moat — это первая публичная компания в Великобритании, которая официально объявила биткоин своим резервным активом. Компания признает потенциал биткоина в качестве средства сбережения. Также директор компании признался, что их целью является не только использование биткоина для хеджирования рисков, но и популяризация биткоина среди остальных публичных компаний. И чтобы упростить доступ и работу с биткоином для них, компания Moat разрабатывает мобильное приложение, которое позволит людям легко и быстро покупать, продавать и хранить биткоины. Исполнительный директор Moat Джонатан Роуланд сказал, «Наше решение перевести часть валютных резервов в биткоин является еще одним шагом в нашей миссии по построению бизнеса в новой цифровой экономике. Мы искренне верим, что биткоин — это ключ к этому. С нашей помощью инвесторы смогут получить доступ к этому очень привлекательному классу активов через зарегистрированную и одобренную регуляторами компанию. Столкнувшись с проблемами из-за пандемии и самыми низкими ставками за всю историю Банка Англии, наша уверенность в долгосрочной стоимости биткоина только выросла». Как мы видим, если в 2013 году биткоин воспринимался как какой-то инструмент для преступных действий, то теперь в 2020 он начинает восприниматься как способ хеджировать макроэкономические риски. Как и MicroStrategy, как и Square, Mode выражает беспокойство по поводу обесценивания фиатных валют в условиях беспрецедентных мер стимулирования экономики по всему миру и находит решение этой проблемы в биткоине. Судя по всему, этот новый тренд в мире биткоина уже не остановить. И это просто прекрасно. А меня зовут Богатейщий Ди, ставь лайк, если видео тебе понравилось. Давай наберем хотя бы 3000 лайков под этим роликом, мне будет очень приятно. А также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok